МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов проверил ход реконструкции. Битва интерпретации в арсенале начали помогать зрителям лучше понимать работы современных художников в формате интерактивной игры. Сегодня утром на заводе ГАЗ работник набросился с ножом на своих коллег. В результате три человека были убиты, двое доставлены в больницу. По информации следователей, при задержании мужчина оказал сопротивление, был ранен сотрудниками правоохранительных органов. Он также был госпитализирован для оказания медицинской помощи. По одной из версий, преступление произошло на личной почве из ревности. Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело. Дорожные полицейские и общественники готовятся в ближайшее время провести несколько профилактических мероприятий, направленных на снижение детского травматизма. Об этом сегодня на пресс-конференции извел начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин. Согласно статистике, в регионе наблюдается рост числа ДТП с участием несовершеннолетних. За семь месяцев этого года на дорогах погибли пятеро детей, 333 пострадали. Но самым страшным, как показывает практика, может оказаться август, а точнее вторая его половина. В этот период перед началом учебного года всегда наблюдается резкий рост дорожно-транспортных происшествий с участием юных пешеходов и пассажиров. Самое большое влияние на эту ситуацию оказывают дети-пассажиры. Примерно 42% пострадавших и большинство погибших – это именно эта категория. Металлоконструкции в виде дремучего леса на фасаде театра «Вера» почти готовы. Сегодня утром глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов провел там выездное совещание. После реконструкции театр должен открыть свои двери к 1 марта 2018 года. Успеют ли строители в срок, расскажет Юлия Серебрякова. Работы ведутся со всех сторон. Параллельно с покраской фасада устанавливают окна, а внутри театра заливают полы. Мы сейчас находимся как раз в дверце этого театра – это зрительный зал. Вот сейчас мы с вами видим уже выполненные под конструкцией мест, где будут находиться зрители. Сейчас идет процесс уже базовая, практически все системы базы сделаны. По проекту реконструкции в театре появятся новые помещения для хранения декораций. Да и самим актерам работать станет в разы комфортнее. Новым проектом предусмотрено помещение непосредственно для сотрудников, то есть для артистов, для обслуживающих персонал. То есть очень много помещений, где будет цеха, где будут гримерки. Витражи на фасаде будут покрыты специальным напылением. В Нижнем Новгороде таких пока нет. В конце сентября жители города смогут увидеть новые витражи театра. Витражные группы с специальным напылением, то есть вот эти под конструкции, символизирующие лес, они будут также все запакованы в хороший фасадный материал. И я думаю, вот по периметру мы увидим не просто красный фасад, а еще и дополнительный изюминку в виде этих подкрашений. Работа по реконструкции фасада выполнена на 80%. На данный момент отставания от графика нет. Металлоконструкции, основные все, что были задуманы, все сделано. Осталось процентов 10 по всему периметру. Заканчиваются работы по устройству фасада в Сенеджи. На той неделе начинается его уже потраска. Мы, можно сказать, заново строим новый театр. Театр для детей. Самая главная, я думаю, будет оценка детей и их родителей. С нетерпением ждем следующего года. По муниципальному контракту реконструкция здания должна быть завершена к 1 марта 2018 года. Кроме спектаклей, здесь также будут организованы творческие кружки для детей. Я уже вижу, где могут подняться, предположим, персонажи. Как могут открыться волшебные двери. Как выйдет навстречу сказка из заколдованного леса. Как там появятся герои разных персонажей, разных волшебных историй. Как они уже встретят детей, как они их поведут в фойе. Для нас это прорыв. Поскольку сейчас мы с вами стоим на объекте, которое, я так думаю, что займет в России одно из центральных мест. И аналогов мы с вами немного найдем. Новая жизнь театра «Вера» после реконструкции начнется со спектаклей на основе сказаний о Нижегородской земле. В том числе и легенда о Данка по мотивам рассказа Горького. Именно в марте следующего года, когда театр откроет свои двери, исполняется 150 лет со дня рождения великого писателя. Юлия Серебрякова, Андрей Панов. Столица Нижний. Нижегородец разработал мобильное приложение, которое помогает человеку найти то, что он действительно хочет. Павел Петров придумал новый способ поиска информации. Приложение ZeroState основывается на предпочтениях человека. Необходимо ввести в строке поиска любое слово, к примеру, стильно. После этого в разделе появляются названия брендов, фотографии вещей, мест отдыха или сайтов, которые, по мнению совершенно разных людей, являются стильными, потому что ранее они дали именно такую оценку с помощью своих хэштегов. В приложении есть специальная функция «Радар». Если человек, к примеру, ищет интересное кафе, то, по слову «интересно», он быстро сможет найти подходящий вариант. Изначально Павел Петров занес в базу данных все нижегородские кафе и рестораны и самостоятельно оценивал их, но постепенно появились новые функции. Павел Петров разрабатывал приложение 4 года. На данный момент у него порядка 2500 подписчиков. ZeroState также можно использовать и в других городах России. Концепция приложения в том, что мы увеличили стандартный лайк, который предлагает Инстаграм. Он ни о чем. Это, ну, все, он себя изжил. Мы за будущее предлагаем расширить лайк до одного слова. Это какое-то чувство и эмоции. Я нажимаю душевно. Оказывается, это предприятие «Горько в чай». Это где-то рядом, на Большой Покровской. То есть это сразу? Да, вот статистика. То есть, что говорят еще об этом месте. Я зашел, ощутил, я хочу высказать свое мнение. Как здесь? Прикольно, грязно, вкусно, дорого, недорого. Все мое. Странно, непонятно. И у нас есть система баллов. И мы складываем все эти баллы. И получается рейтинг. Нижегородский арсенал продолжает помогать зрителям лучше понимать работу художника. В формате игры в Центре современного искусства прошла традиционная битва интерпретации. На этот раз участники делились мыслями о работе Владимира Чернышева «Лодка». Подробности в сюжете Екатерина Анисимовой. Арт-объект «Лодка» на выставке «Свежий слой» вызывает у всех разные ассоциации. Одним работа Владимира Чернышева напоминает о жженом сахаре, о чем-то вкусном и приятном. Другие, глядя на лодку, переносятся мыслями в восточные сказки. Третьи вовсе не могут определиться. И это одна из главных особенностей современного искусства. Интерпретаций может быть множество, и каждая из них будет верна. А для тех, кто хочет научиться лучше понимать работы современных авторов, в «Арсенале» проводят игру «Битва интерпретаций». Мы видим такое постепенное погружение в искусственность, в разрушение. Самые верхние части у нас, они очень светлые. И чем ниже опускаемся, тем на дно, тем больше мы всего не видим, и тем это начинает чернеть. Первоначальный импульс, собственные чувства, собственный опыт, они все равно остаются с человеком. И здесь очень сложно с этим что-то сделать, да, в общем-то, и не надо с этим бороться. Но когда появляются дополнительные смыслы, то своя собственная интерпретация может стать более объемной и глубокой. Каждому игроку выдается список вопросов о работе художника. На них нужно по очереди ответить, выступив перед участниками. Битва игра называется «Не зря». В конце выбирается победитель, тот, чья интерпретация показалась всем наиболее интересной. Ему вручается приятный подарок. В такой игровой форме современное искусство познается намного легче. Ни одна битва интерпретации вообще не была такой, чтобы какая-то интерпретация казалась наивной. У каждого, взгляд каждого участника оказывается очень свежим и интересным. И даже если кто-то думает, что, ой, я сказал такую глупость, у меня же нет совершенно никакого багажа, там, знаний, никакого представления об этой выставке, вообще никакой информации, тем же интереснее, мне кажется, получается. Битва интерпретации была придумана не в Нижнем Новгороде, а в Пермском музее современного искусства. Но в Нижегородском арсенале игра прижилась. Эта встреча уже не первая в этом году. Участие в таких битвах дает хороший результат. Посетители выставок не боятся интерпретировать арт-объекты, а значит, максимально приближаются к пониманию современного искусства в целом. Екатерина Несимова, Илья Васенин. Столица Нижний. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем сайте stnmedia.ru. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!